Наверняка вы слышали о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Если нет, то можете не сомневаться, что вы встречали людей с этим заболеванием. Слишком много родителей игнорируют неврологическо-поведенческое расстройство развития детей, в то время как оно встречается все чаще. Ученые из Национального центра медицинской статистики по центрах по контролю и профилактике заболеваний проанализировали динамику распространения заболевания за последние 20 лет. В США число детей, живущих с расстройством, выросло с 6% до 10%. Команда ученых поделилась и демографической информацией. Оказалось, что мальчики подвержены этому заболеванию больше. У 14% мальчиков расстройство встречается в той или иной степени, в то время как для девочек показатель примерно в два раза ниже – 6%. Особенно часто диагноз СДВГ ставят афроамериканцам и белым – 12,8% и 12% соответственно. А у американцев латиноамериканского происхождения показатель находится на уровне 6%. Одним из главных признаков является нарушение внимания и импульсивность – недостаток контроля поведения в ответ на конкретные требования. Если вы заметили подобное поведение у своего ребенка, имеет смысл проконсультироваться с педиатром.